Так что, поехал за лекарством? Ага, уже давно пора. Смотри, дверь открыта, кто-то подглядывает. Классные соседи у нас будут. Сегодня у нас празднование Юлиного дня рождения. Юля, правда, немного приболела. Сейчас еду за лекарством. Еду за лекарством. Идти далековато. Погодка сегодня огонь. Солнышко, хотя немного прохладно уже. Но снега еще нет. Сегодня, как я говорил, у нас празднование Юлиного дня рождения. Мы пойдем в ресторан с друзьями. Юля у нас приболела немножко, была температура ночью. Сейчас еду в аптеку, надо что-то купить. Причем еду в русскую аптеку, потому что, чтобы взять что-то серьезное из медикаментов в американской аптеке, придется брать рецепт. А это очень долго. Сейчас попробуем что-нибудь взять. Из нашего советского. Играет русское радио, правда, через интернет. Здесь, соответственно, Европа Плюс не ловит. Притопал ее в аптеку, а тут у нас много закрыто все. Положили немножко лекарств, которые можно взять. Потом надо заплатить где-то, непонятно. Так, аптека была закрыта. Не беда, поедем в другую. Едем на красный свет. Ничего страшного. В Америке поворот на право, на красный свет не запрещен. Если только не стоит знак об этом. Приехал в вторую аптеку. Аптека тоже закрыта. Открывается также в 10 часов. У нас здесь все вокруг в тыквах. Все готовятся к Хэллоуин. А это у нас расписание мероприятия, которое сейчас проводится. Закупился, в общем, я всеми лекарствами. Сейчас спешу домой. Надаю ли быстренько поднять на ноги. А то мне немножко расклеилось. Потому что вечером мы идем в сегодня ресторан. Праздновать его день рождения. Будет весело. А нормально все? Температуру мерило? Нет, не мерило. Нос не дышит. Ну давай, еду, еду. Сейчас привезу уже лекарства. Пошпи. Давай, все. Расклеилась девчонка. Я, кстати, уже почти доделал четвертый влог. Мы должны были его уже посмотреть. Сейчас это идет материал для пятого. Если вы, кстати, не видели, придите, посмотрите. Время летит незаметно. Мне уже пора ехать за тортиком. Пойду проверю, спит Юлия или нет. Судя по виду, уже намного лучше. Температура уже спала. Не качалась лекарствами, поспала. Все, готовы ехать за тортиком. Вы со мной? Погнали. Для разбавления кадра поставил GoPro на борт машины. Сейчас происходит съемка. И сейчас только до меня дошло, что это крепление предназначалось для стекла, а не для кузова. Вот так вроде держится. Сразу картинка транслируется на телефон. Кто его знает, может потом дорасту и до обзора автомобилей. И попробую снять, может быть, обзор на свой автомобиль. Может понравится. Может быть, это принесет мне дополнительные какие-то подписки. Потому что от вас я ожидал больше активности, больше какой-то отдачи, фидбэка. Чему это все вел? Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А мы уже приехали за тортиком. Я в тортиках вообще не разбираюсь, поэтому приехал сейчас в магазин. Это вот так вот называется магазин. Говорят, там неплохие тортики делают наши люди. С бывшего постсоветского пространства, поэтому приехали сюда по рекомендациям. Все, чао, я пошел за тортиком. Ку-ку, а кто это у нас прячется там? А кто это у нас там прячется, а? К Маркушу прячется? Ну, какой глазки там красивые такие. Пойдем мы сейчас в пару ресторанов. Надо посмотреть что-нибудь для празднования июльного дня рождения. Пока мы ехали, Маркушу, как всегда, уснул. Сейчас возьмем на ручки, пойдем внутрь посмотрим. Маркуша просыпается уже? Где папа? Пойдешь к папе на ручки? Пойдем к папе на ручки, Маркуш. Пойдем к папе на ручки. Вот так, к папе на ручки, подернаем камеру. Ну что, зашли, посмотрели внутри. Внутри получше, чем снаружи, можно сказать. Но пока нам выбрать место, проедем еще одно место, посмотрим. Но здесь, говорят, будет весело. Правда, здесь будет какое-то венчание, свадьба. Ну вот, ну посмотрим. Я рассказываю, что тут будет. Там же не будет свадьбы, там просто банкеты всякие разные. Ну венчание, они сказали, будет. Ну какая разница, это как бы просто компании же там, они не собираются там. Они просто начали говорить, что там где-то 15, где-то 20 человек. Ну большие компании такие. Да, поэтому могут нас просто посадить, а на переживание. Что свадьба? Не, просто думаю, что если свадьба, там человек на 60, то они бы полностью зал снимали. Ну не будет, что в месте свадьбы, а тут еще какие-то компании. Как бы когда у тебя свадьба, ты тоже так не заходит, чтобы непонятно, что было. Сейчас мы приехали в местный парк. Хотим немножко полетать на дроне. Прекрасная погода. Пойдем, зайка. Паркуешь, пойдем на площадку? Да! Юля, смотри, какие прикольные домики, прям на берегу стоят. Надо будет сохранить эту точку. Красивое очень место. Как-нибудь приехать сюда мясо пожарить. Надо немножко почистить его надо. Ну ничего, супер. Хау. Точку сохранить? Да, давайте. Заходи в Google Maps. А кто такой у нас там прячется? Кто там прячется? Ну-ка покажи. Вот так. Вот так. А кто у нас такой прячется? Будешь снимать с папой видео? Да. Да? Ну давай, вот так держи. Вот так держи. На, вот здесь вот держи. Давай, вот так, смотри сюда, в картинку смотри, улыбайся. Ого. Там мама идет сейчас. Лови, 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 догоняйте. Догоняй, догоняй, догоняй. Ой, так, пасти, пасти, давай, давай, давай. Вот так. Мафельки будешь? Ого, тут попал. Голова закружилась? Давай, вставай. Пошли. Эх, папа накружил ребенка. Вот мы на площадке. Ого, на попу приземлился? Пойдешь еще раз прокачишься? Отличное, кстати, место, чтобы провести время с ребенком. Есть где посидеть с родителем. И где поиграть детям. Пэм,icas. Пойдем к вам. П covetу. Пойдем к вам. Пойдем к вам. Пойдем к вам. Пойдем к вам. Мама, союзник, папа. Итак, мы приехали на место номер два. Что машина? Белая машина? Так ты маму догоняй, мама пошла внутрь уже. Ой, какая красивая. Ты готова к дню рождения? Не, почти. Почти? Немножко нас и быркой подкачало? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, очень интересный попугай, всем присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok